Друзья, всем привет! Меня зовут Борис, я приветствую вас на канале Фауна Беларуси. Сегодня 4 июля и очередной макровлог. Сегодня я хотел бы поснимать на опушке леса возле одного цветка. Давайте посмотрим, что можно найти всего на одном растении. Друзья, сейчас мы наблюдаем достаточно уникальное явление. На самом деле грибы растут не только на земле, на гнилых пнях, но они еще паразитируют и на насекомых. Видите вот эту муху? Она еще живая, вот я даже до нее пальцем коснусь. Она еще реагирует на меня, но уже и не улетает. Но скоро она погибнет. И вот почему. На самом деле, обратите внимание на ее брюшко. Видите вот этот светлый проем между сегментами? А на самом деле эта муха не беременная, то есть внутри нее не яйца, а на самом деле внутри брюшко развиваются споры. И через некоторое время этот гриб прорастет сквозь брюшко, и споры начнут разлетаться везде вокруг. А новые мухи будут их снова слизывать, в том числе из цветков, везде, где ляжет эта пыльца, и где пробежит муха, слезнет эту спору, и она вновь прорастет новым мицелиям гриба внутри этой мухи. Ну, к сожалению, вот и все. Эту муху можно уже считать погибшей. Давайте я ее еще раз потрогаю пальцем. Она уже не реагирует на прикосновения. И вы знаете, у меня даже такое ощущение, что ее брюшко стало крупнее. Белая область между сегментами и ее брюшко, она даже стала чуть-чуть побольше. Это значит, что гриб развивается и скоро прорастет спорами. Кстати, а вы когда-нибудь замечали на окнах мух, вокруг которых сплетена паутинка? Так вот, на самом деле это не паутинка. На самом деле это тоже мухи, пораженные грибом, и который пророс, также пророс через их хитиновый покров. Только это другой вид, и называется это явление осенняя болезнь мух. Пока я снимал муху, пораженную грибом, я заметил таракана, который залез на это растение, чтобы отведать сладкий нектар из его цветов. Ну как таракан? На самом деле это самка, потому что у половозрелого самца крылья длиною больше, чем длина его брюшка. Сначала он лазил по веточкам, потом по нераспустившимся бутонам, и затем залез непосредственно в сам цветок. И вот он уже здесь, сладкий гостиниц, но тут его спугнула пчела. И вот этот таракан, испугавшийся внезапно появившейся пчелы, спорхнул с растения. А вот таракан нашел мертвую муху и решил немножко ею подкрепиться. Но ничего у него не вышло, потому что эта муха была плохо прикреплена и просто упала. Такая муха, пораженная грибом, здесь не одна. Вот, например, еще одна. И видно, что эта муха умерла гораздо раньше. Видно, что брюшко ее уже подопустело. На ее поверхности видны споры этого гриба. И вполне возможно, что вот эта муха, которую я вам показывал, которая была битком набита грибом, она как раз-таки заразилась, например, вот может быть, и в том числе и от этой мухи. И на самом деле это может повторяться до бесконечности, потому что здесь цветущее растение, а мухи любят сладенькое, они прилетают поесть нектар сладкий и тут же заражаются вот этими спорами гриба. Тут же заражаются, погибают, разбрасывают споры вот этого гриба заново и весь цикл повторяется снова, снова и снова. Кстати, помните вот этого таракана, который я вам показывал, который лазил по этому растению в поисках нектара и заметив мертвую муху, хотел ей полакомиться, но она упала. Скорее всего, эта муха была тоже поражена этим же грибом. На этом кусте среди цветов сидит тля, причем ее не охраняют муравьи. И мы попали сюда, к этому кусту, именно в тот момент, когда на свет появляется личинка тли. То есть, половозрелая тля буквально рожает свою личинку. Причем, обратите внимание, вот эта самка, она крылатая. Совершенно необязательный признак взрослой самки это наличие крыльев. У тлей чередуется поколение крылатых и некрылатых особей. Ну вот, в данный момент самка крылатая, она рожает свою очередную личинку. Вот видите, рядышком с ними несколько появившихся недавно на свет личинок. Но, как говорится, что плохо лежит, обязательно найдется тот, кто захочет эту вещь взять. И когда тлю некому охранять, обязательно найдутся хищники, которые обязательно захотят полакомиться неповоротливой добычей. И вот, видите личинку божьей коровки. Она бегает по всему растению и ищет тлю. Находит ее и съедает буквально всю подряд. Иногда такое бывает, когда муравьев нету рядом с тлей. Буквально нескольким особям удается улизнуть от этого свирепого хищника. Да-да, он именно свирепый. Не смотрите, что личинка божьей коровки такая, кажется, неказистая, неповоротливая. На самом деле она достаточно быстро бегает, отыскивает личинок тлей и очень быстро их съедает. И знаете, что еще интересно? Среди этих тлей и хищной личинки божьей коровки появилось еще одно маленькое и сразу незаметное насекомое. Это наездник. Вообще наездники бывают разные. Разные виды поражают разных насекомых. То есть они откладывают свои яйца в живых насекомых и постепенно их личинка она поедает изнутри своих хозяев. Так вот, похожего наездника я видел в других обстоятельствах. на личинке журчалки. То есть это мух, личинка которой хищница и также поедает тлю. Тогда, похожий на этого наездника вид, он откладывал яйца в личинку журчалки. Так вот, может быть, это тот же самый вид, потому что я не вижу, чтобы этот наездник откладывал свои яйца в тлю или же в личинку божьей коровки. Друзья, теперь понимаете, что сколько всего интересного можно найти, просто выйдя на опушку леса и подойдя к одному единственному цветку. Сегодняшний выпуск макровлога завершился. Если он вам понравился, поставьте лайк, оформите подписку, если вы еще не подписаны на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новых макровлогов. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok